Яков Исидорович Перельман, занимательная геометрия. Радужная пленка. На реке, в которую спускается вода от завода, можно заметить нередко близ стока красивые цветные переливы. Масло, например, машинное, стекающее на реку вместо с водой у завода, остается на поверхности как более легкое и растекается чрезвычайно тонким слоем. Можно ли измерить или хотя бы приблизительно оценить толщину такой пленки? Задача кажется замысловатой, однако решить ее не особенно трудно. Вы уже догадываетесь, что мы не станем заниматься таким безнадежным делом, как непосредственное измерение толщины пленки. Мы измерим ее косвенным путем. Короче сказать, вычислим. Возьмите определенное количество масла, например, 20 грамм и вылейте на воду подальше от берега, с лодки. Когда масло растечется по воде в форме более или менее ясно очерченного круглого пятна, измерьте хотя бы приблизительно диаметр этого круга. Зная диаметр, вычислите площадь. А так как вам известен и объем взятого масла, его легко вычислить по весу, то уже сама собою определится отсюда искомая толщина пленки. Рассмотрим пример. Один грамм керосина, растекаясь по воде, покрывает круг поперечником в 30 сантиметров. Примечание. Один расход нефти при покрытии ею водоемов в целях уничтожения личинок малярийного комара 400 килограмм на 1 гектар. Конец примечания. Какова толщина керосиновой пленки на воде? Кубический сантиметр керосина весит 0,8 грамм. Решение. Найдем объем пленки, который, конечно, равен объему взятого керосина. Если 1 кубический сантиметр керосина весит 0,8 грамм, то на 1 грамм идет 1 0,8, которая равняется 1,25 сантиметрам кубическим или 1250 кубических миллиметров. Площадь круга с диаметром 30 сантиметров или 300 миллиметров равна 70 тысяч квадратным миллиметрам. Более точно 70 тысяч шестьсот восемьдесят шесть. Искомая толщина пленки равна объему, деленному на площадь основания. Приблизительно 0,18 тысячных. То есть менее пятидесятой доли миллиметра. Прямое измерение подобной толщины обычными средствами, конечно, невозможно. Маска, мысленные и мыльные пленки растекаются еще более тонкими слоями, достигающими 0,1 миллиметра и менее. Однажды, рассказывает английский физик Бойс в своей знаменитой книге «Мыльные пузыри». Однажды я проделал такой опыт на пруде. На поверхность воды была вылита ложка оливкового масла. Сейчас же образовалось большое пятно метров 20-30 в поперечнике. Так как пятно было в тысячу раз больше в длину и в тысячу раз больше в ширину, чем ложка, то толщина слоя масла на поверхности воды должна была приблизительно составлять миллионную часть толщины слоя масла в ложке или около 0,2 миллионных миллиметра. Круги на воде. Вы не раз, конечно, с любопытством рассматривали те круги, которые порождают брошенный в спокойную воду камень. И вас, без сомнения, никогда не затрудняло объяснение этого поучительного явления природы. Волнение распространяется от начальной точки во все стороны с одинаковой скоростью. Поэтому в каждый момент все волнующиеся точки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от места возникновения волнения, то есть на окружности. Но как обстоит дело в воде текучей? Должны ли волны от камня, брошенного в воду быстрой реки, тоже иметь форму круга? Или же форма их будет вытянутая? На первый взгляд может показаться, что в текучей воде круговые волны должны вытянуться в ту сторону, куда увлекает их течение. Волнение передается по течению быстрее, чем против в течении и в боковых направлениях. Поэтому волнующиеся части водной поверхности должны, казалось бы, расположиться по некоторой вытянутой замкнутой кривой, во всяком случае не по окружности. В действительности, однако, это не так. Бросая камни в самую быструю речку, вы можете убедиться, что волны получаются строго круговые, совершенно такие же, как и в стоячей воде. Почему? Будем рассуждать так. Если бы вода не текла, волны были бы круговые. Какое же изменение вносит течение? Оно увлекает каждую точку этой круговой волны в направлении, указанном стрелками. Причем все точки переносятся по параллельным прямым с одинаковой скоростью, то есть на одинаковое расстояние. А параллельное перенесение не изменяет формы фигуры. Действительно, в результате такого перенесения точка 1 окажется в точке 1 штрих, точка 2 в точке 2 штрих и так далее. Четырехугольник 1 2 3 4 заменится четырехугольником 1 штрих 2 штрих 3 штрих 4 штрих, который равен ему. Как легко усмотреть из образовавшихся параллелограммов 1 2 2 штрих 1 штрих, 2 3 3 штрих 2 штрих и 3 4 4 штрих 3 штрих и так далее. Взяв на окружности не 4, а больше точек, мы также получили бы равные многоугольники. Наконец, взяв бесконечно много точек, то есть окружность, мы получили бы после параллельного пересечения равную окружность. Вот почему переносное движение воды не изменяет формы волн. Они и в текучей воде остаются кругами. Разница лишь в том, что на поверхности озера круги не перемещаются, если не считать того, что они расходятся от своего неподвижного центра. На поверхности же реки круги движутся вместе со своим центром со скоростью течения воды. Субтитры создавал DimaTorzok